Здравствуйте, православные! 14 декабря, и мы снова с вами встречаемся на площадке Русской Конописанной Школы, чтобы поговорить о святцах Русской Православной Церкви. И церковь сегодня празднует память пророка Наума, жившего в VII веке до Рождества Христова, праведного Филарета Милостивого и мученика Анания Персияни. Святой пророк Наум – это один из 12 малых пророков, о котором мы знаем очень-очень мало. Он жил в VII веке, прежде Рождества, об этом я уже сказал. И умер он на 45-м году жизни и погребен в своей родной земле. Ну и давайте вот возьмем и почитаем. Тоже хорошая такая традиция рождественская, да, то есть адвент означает прибытие, да, и вот Господь прибывает в мир, и как подданные готовятся к визиту своего владыки, да, то есть страшное дело не успеть к встрече начальства, что вот приезжает даже там просто комиссия проверяющая, да, это не президент, это не губернатор, это не патриарх, это не епископ, и то уже, значит, все прибрали, все протерли, все блестит, и все в некотором таком напряжении, что а как все пройдет. И вот адвент это тоже такое время, чтобы подготовиться к пришествию в мир Господа, то есть Господь все равно родится для славы одних и для, собственно, вот падения других, но мы имеем это время, чтобы подготовить себя и подготовить свое жилище, да, то есть убраться, украсить, это самое меньшее, причаститься, чаще бывать в храме, внимательнее читать правила, и вот есть хорошая традиция читать пророческие книги, то есть вот тысячелетия ждет избранный народ, когда придет обещанный Мессия, и все вглядываются и ждут, то есть для нас это на самом деле повод задуматься о том, в какое же время благословения мы живем, когда Господь уже вычеловечился, когда Господь уже родился, и мы уже можем причаститься тому, чему древние хотели бы быть свидетелями хотя бы издали, хотя бы одним глазком. Итак, книга пророка Наума. Пророчество о Неневии, книга видений Наума Елкосиянина. Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа. Облако, пыль от ног Его. Ну, посмотрите, какая словесная икона, да, вот тем приятнее это прочитать на площадке русской написанной школы. Да, Господь, долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа. Облако, пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высохнет, и все реки иссякают. Вянет Восан и кормил, и блекнет свет на Ливане. Город трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная, и всеживучие в ней. Перед негодованием Его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева Его? Гнев разливается, как огонь, и скалы распадаются пред Ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит Он до основания Ниневию, и врагов Его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, и бредсплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь, хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ермо Его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. Ну и вот тоже. Книга-то очень маленькая, буквально вот два разворота. То есть, посмотрите, вот она начинается. Вот одна страница убористого шрифта. И, собственно, вот и конец. Всего три главы. И вот, пожалуйста, третья глава. Давайте прочитаем заключение. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и подниму на лицо твоё края одежды твоей, и покажу народу наготу твою, и царством срамоту твою. Опять такой пронизывающий образ, пробирающий. Забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет, Разорена Неневия, кто пожалеет о ней, где найду я утешителей и утешителей для тебя. Разве ты лучше, но Омона, находящегося между реками, окружённого водой, у которого вал был море, и море служило стеною его. «Ефиопия и Египет, бесчисленным множеством других, служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе. Но и он, переселённый, пошёл в плен, и даже младенцы его разбиты на перекрёстках всех улиц, а знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настижь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрёт запоры твоя. Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои. Пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей. Там пожрёт тебя огонь, посечёт тебя меч, поест тебя, как гусеница. Хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звёзд на небе, но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как раи, мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стены. Когда взойдёт солнце, то разлетаются, и не узнаешь место, где они были. Спят пастыри твои, царь асирийский. Покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачества для раны твоей, болезненная язва твоя. Все, услышавшие весь о тебе, будут только плескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Ветхий Завет величественен. Собственно, пусть это и будет темой для размышлений на сегодняшний день. И так-то, конечно, это написано про Неневию, которая там давно-давно древняя, и параллели в современности мы, конечно же, не найдём. Но вот посмотрите, как жили люди до Рождества Христова, и как Рождество Христово изменило мир, вот не так давно был праздник введения во храм, и вот что-то как-то навеяло, помните, такую тему для размышления я вам не предлагал. И вот предложу её сейчас. Посмотрите, как вот в Дева входит, святая святых, честнейшая Херувим, которая восприимет содержащего в Деснице всю Вселенную, и как единый храм, один на весь мир, на всю Вселенную, он потом как бы, собственно, умаляется, там его священники не узнают Христа, собственного Господа, и с другой стороны, Евангелие уходит в мир, и теперь вот храмы стоят везде. И вот посмотрите, да, состояние вот этого ужаса и кошмара, пусть и даже в поэтических образах, вот это прекрасно, и укрепление твои, как смоковница, потряси её, и упадёт всякому желающему. И женщины твои ведут себя с врагами там и так далее. Ну, то есть это такие образы, которые вот именно в своём аллегорическом языке остаются. И вот здесь тоже хорошая аллегория, что Пречистая Богородица вошла в храм, и, собственно, храм исполнил свою миссию. После того, как Богородица его покинула, дальше он только умалялся и потом разрушился, но зато теперь у нас есть вот Новый Завет, где, как Господь Савритянки и сказал, что уже не важно место, где ты молишься, важно, как ты молишься, понимаешь ли ты, что произносишь, и что у тебя на сердце. А на сегодня всё. Берегите себя и возвращайтесь завтра, православные.